Всем привет! Начинаю новый влог, но немножко необычно с моей вечерней рутины. Увидев мой боевой раскрас, вы ошибочно можете предположить, что я после свадьбы, но на самом деле нет. Мне очень нравится процесс макияжа, я готова краситься просто часами. И сегодня я конкретно перестаралась. Но не меньше я люблю и процесс снятия макияжа и никогда ни в коем случае не пропускаю его. Я просто физически не смогу уснуть, если на моем лице есть хоть грамм косметики. Одно это делать было сегодня скучно, поэтому я решила взять вас с собой. Кстати, один раз я пробовала снять подобное видео, но потом на процессе монтажа я обнаружила, что звук просто ужасный, отдает эхо, в ванной комнате есть такой косяк. Поэтому в этот раз я гораздо хитрее и продуманнее, чем в прошлый, и я решила записать звук сверху. Сегодня был достаточно насыщенный и интересный день, днем было очень много работы, я успела снять для вас мукбанг, а вечером были уроки вождения. У меня уже полгода как есть машина, но назвать себя профессионалом за рулем до сих пор я не могу, особенно в парковке. К счастью, каждый день в 7 утра мне не нужно ехать на работу и вечером возвращаться обратно. Где-то в неделю 2 раза я выезжаю куда-то в город, а так машина стоит у меня во дворе. Вождение у меня получается неплохо, а вот парковка для меня это целый квест, особенно парковаться задом. Это у меня вообще не получается. На самом деле я спокойно могу обойтись и без этого и парковаться передом, но когда кто-то рядом со мной паркуется задом, особенно если это девушка и делает она это максимально круто, в этот момент в моей голове зарождается мысль, а чем я хуже. И это касается не только парковки, а всего остального. Если я вижу девушку чем-то лучше меня, я не стремлюсь ей завидовать, а стремлюсь соответствовать, быть лучше. Или хотя бы на таком же уровне. Кстати, именно так зародилась идея моего канала. Я смотрела блогера, который мне безумно нравился. И в один прекрасный день я задала себе тот же вопрос, чем же я хуже нее, почему я не смогу набрать аудиторию. Я создала канал и сейчас, кстати, у меня подписчиков гораздо больше, чем у нее. Если ты сейчас смотришь мое видео и думаешь, а чем же ты хуже меня, да ничем, может даже и лучше. Что касается парковки задом, скажу вам честно, за один урок я особо ничего не поняла. Но это не значит, что надо переставать стараться и не верить в то, что у тебя все получится. Вообще, в плане вождения у меня все идет очень-очень туго. Но прогресс все-таки, конечно же, есть. Поэтому надо стараться и просто больше внимания уделять этому. Ну а я почти закончила, уже можно ложиться спать. Обязательно каждый вечер увлажняю губы бальзамом, да и вообще в течение дня тоже. Они у меня очень сильно сохнут. У меня такой шариковый от Golden Rose. Ставлю просто кучу будильников в надежде проснуться рано. А мы с вами увидимся завтра. Возвращаюсь к вам спустя прилично времени. Только сейчас мне позвонила Нормишка и говорит, я очень хочу пойти на фильм Барби. Просто из каждого утюга сейчас говорится про этот фильм. Все в восторге, всем нравится. Говорят вообще, на рекламу этого фильма были потрачены баснословные просто деньги. И это ощущаю на своей шкуре, потому что везде все говорят про этот фильм. Поэтому мы тоже решили на него сходить. И решили сходить просто очень спонтанно. На улице уже темно. Я со скоростью света искупала. Сейчас буду делать легенький макияж. Хочу одеться в стиле Барби. И хотела для вас снять шот с роли, как я одеваюсь, как я выбираю наряд. Но вы знаете, всегда, когда я снимаю рилсы, для меня огромный квест уложится в одну минуту. Потому что мне хочется сказать очень много. Вы знаете, какая я болтливая. Но времени там всего одна минута. Поэтому для меня это безумно сложно. Поэтому я решила все-таки снять для вас длинное видео. Точнее, начало влога у меня уже было. Я решила просто его продолжить. Хотя я могу снять и то, и другое. Кстати, хорошая идея. Сниму и то, и другое. Мне повезло с вами. Потому что какой контент я бы не выкладывала. Вы с удовольствием его смотрите. И мне от этого безумно приятно. Пока крем впитывается в мое личико, мы с вами выберем сумку. Что касается вот этой сумки. Понятное дело, оно не для Барби. Я не знаю, для какого лука оно подойдет. Просто висит постоянно в шкафу. Вот эта сумка, думаю, подойдет сюда больше всего. Но также у меня есть вот такая розовенькая. Тоже очень красивая, нежная. Просто единственное, я купила для нее новый ремешок, который более круто сочетается. Здесь такие голубые вставки. Вот эти сумки тоже не менее любимые. Это уже года два, как я не ношу. Надо кому-то ее отдать. Но я, пожалуй, сегодня, наверное, буду с этой сумочкой от Альдо. Она очень хорошего качества. И она все-таки розовая. То, что нам надо. Еще хочу дополнить свой образ вот этими розовыми очками. Когда получила посылку от Шейн, я думала, зачем они мне? Куда я их буду носить? И вот уже второй раз я их буду сегодня носить. Время 20 минут 9-го. А фильм начинается в 21.40. Поэтому не надо поторопиться. Тем более я снимаю контент. Кстати, вот этот чехол. Я так его обожаю. Кстати, надо посмотреть, есть ли у меня розовый чехол или нет. По-моему, даже его нет. А, есть! Есть! Мне и Наса дарила розовый чехольчик. Как раз надо его переодеть. Но этот чехол, это просто любовь. В следующем заказе я обязательно буду заказывать еще чехлы этого качества. Просто супер! Посмотрите, какая красота! Вы наверняка уже видели мои новые чехлы в распаковке сайта Шейн. Вот этот вот тоже очень красивый чехол. Он такого же качества, как и этот. Они не пачкаются, но этот мне нравится гораздо больше. Этот даже не надевала. Он у меня просто лежит. Вот эти я храню в пакете, потому что вот эти прозрачные чехлы, они со временем становятся желтые. Поэтому я их вот так вот пока что храню. А сегодня мы переоденем наш телефончик вот в такой розовый чехол. Я, кстати, думала, что не смогу надеть этот чехол, потому что у меня здесь на камере есть защита. Вот эти вот кружочки я наклеила. Но нет, все село, все отлично. Здесь в этом чехле можно даже хранить свою карточку, но оплачивать ее невозможно. Обязательно нужно ее вытаскивать, потом засовывать. Но, слава богу, у нас в стране функционирует Apple Pay, поэтому необходимости особо в этом нет. А все остальные чехлы я убираю вот сюда. У меня здесь еще и от 11 есть кейсы. Еще немного пространства. А еще посмотрите, какой у меня здесь порядок в кой-то веке. Делаю такой достаточно легенький макияж и очень хочется сделать розовые щечки. Обычно я такой мейк не делаю, но хочу прям конкретно переборщить, чтобы это выглядело как куколка Барби. Еще губы не красила. Сейчас смотрю в гардеробе, что у меня есть розового. Я почему-то думала, что у меня очень много одежды розовой. Сейчас посмотрела, смотрю ее не так уж уж и много. Низа почти розовой нет, хотя есть, но они просто эти вещи не сочетаются вместе. Я вам, правда, его уже показывала. У меня есть вот такой розовый костюмчик. Здесь очень удобные шорты, но они мне немножко велики, хотя это самый маленький размер. В принципе, можно пойти и в этом, но мне почему-то кажется, что этот лук максимально не барбишный. Кстати, этот костюмчик я тоже заказывала Шейн. Его очень-очень любила одно время. Постоянно в спортзал ходила только так. Чисто цвет Барби. Оказывается, у меня есть вот такой топ, который я, по-моему, ни разу не носила, потому что он мне немножко великоват. Но сегодня ради исключения можно его надеть. Если я не ошибаюсь, я его покупала в Нью-Йоркере года три тому назад. Топ на самом деле крутой, просто он мне очень-очень большой, прям болтается. Это размер L. Я не знаю, с каким умом я его купила, потому что я ношу S. Но куда мне L? Совсем забыла про вот такой топ. Тоже очень красивый, нежно-розового цвета. Сверху вот такие вот застежки. Его тоже, пожалуй, надо померить. Жаль, конечно, что не могу с вами посоветоваться, но вот так мне нравится куда больше. Пусть будут джинсовые шорты и сверху какой-то топ. Можно этот надеть, но я хочу что-то более-менее закрытое, потому что шорты у меня короткие. На улице вечер, я думаю, что будет немножко прохладно. Этой кофте просто сто лет. Я ее заказывала с Алиэкспресс, наверное, лет семь назад. Может, даже больше, очень давно. И мне кажется, сегодня как раз-таки можно ее надеть. Круто сочетается, мне нравится. Так, ну, слава богу, с луком мы более-менее разобрались. Волосы у меня еще мокрые, они не успели высохнуть. Я хочу сделать два небольших хвостика и косички, как обычно я делаю на мукванг. Освещение, конечно, ужас. Мама тоже заценила мой образ. У меня здесь очечки вот такие розовые, сумочка розовая, барбишная и вот такой вот топик. Или как правильно он называется? Блузочка. Здесь небольшая завязочка и шорты. И, кстати, нормальной обуви у меня тоже нет. Надо обязательно прикупить. Я всю одежду покупаю и покупаю, а вот обуви у меня нормальной нет, тем более розовой. Онлайн мукванг. Народу, кстати, не так много здесь. Как вы видите, здесь пусто. В общем, наряжались, наряжались. Нармином, смотрите, какой красивый макияж. У меня фокус. С этой камерой, знаешь, меня что раздражает Нармина? Фокус. Это ужас какой-то. Это новая камера. Вот у них есть этот косяк, этот фокус. Что мы, кстати, хотим с Нармишкой? Она мне сделает макияж Джасмин. Как тебе впечатление? Что тут сказать? Фильм просто отвратительный. Не советую. Не ходите. Я подготовилась даже вот так. Ну, вообще ни о чем. Все люди выходили и... Просто люди до конца смотрят. Никакого смысла нету. Я не знаю, может, они заплатили. Они хотят там посидеть и до конца будет смотреть. Да, скорее всего. Это тупо. Не знаю. Ну, сейчас вот тоже спускаются. На мои обои. Кстати, да, я показала такие милые. Сейчас покажу. Вот здесь же не видно. Сейчас я поменяю свои обои. Да. А, почему так? Это в этой камере вот такой косяк есть. И насыщенность какую-то, знаешь? Не знаю. Смотри, какая ты белая. Ну, там можно поставить такой режим, чтобы мы, когда макияж там переходы делали, можно поставить режим такой насыщенный. Но в основном здесь проблема с фокусом. Фокус конкретно прыгает туда-сюда. Вот так вот, короче, мы вышли. Недовольные сидим здесь. Все магазины тоже закрыты. Не знаем, куда сходи, чего поделать. Наверное, скорее всего, домой. Ой, другого варианта нет. Все кафешки закрыты хотя бы, чтобы кафешки попили бы.